В середине 2000-х по версии журналов Foreign Policy США и The Prospect Британия вошел в список 100 самых влиятельных интеллектуалов мира. Как приличный человек Сергей Караганов находится под западными санкциями. Известен как сторонник превентивного и ограниченного ядерного удара по нашим врагам. Видит их как средство предотвращения глобального ядерного апокалипсиса. Мы прекрасно понимаем, что убыстрение движения по лестнице ядерной эскалации может сэкономить большое количество жизней. Потому что может оборзумить наших противников. Конечно, сейчас рано, наверное, идти на ядерную эскалацию. Но движется к этому надо, чтобы охладить наших противников. Они обезумели, особенно европейцы. Они лезут в третий раз, практически за 100 лет, они в третий раз лезут на войну. Американцы гораздо более осторожны. Они скормили украинцев, толкают их сами гораздо более осторожны. Но европейцы лезут на войну. Вообще, в ходе этих пассажей аудитория затаила дух. Караганов раз за разом прессовал. А Путин, как человек деликатный, чувствуя безусловную разницу в весовых категориях, парировал бережно. Например, иногда так. В данном случае, уж извините, я боюсь нанести травму вашему имперскому сознанию. Но Караганов сам был явно готов. Пусть даже вызвать огонь на себя. Ради образности в какой-то момент возвысился и до библейского примера, апеллируя к самому Богу. Если мы не пойдем более решительно по леснице эскалации, то не прогреваем ли мы... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова